Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 15 мая, и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Мы немного скорректировались от максимумов, которые были вчера зафиксированы по цене 1.1995. Но ниже минимума пятницы, конца прошлой недели, который был сформирован на отметке 1.1892, мы не ушли. Что, в свою очередь, пока подтверждает сохранение восходящей тенденции. И ближайшие цели роста – это обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, но и далее движение по направлению 1.21994. В том случае, если евро-доллар сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, на прошлой неделе, в пятницу, то в этом случае мы можем ожидать начала вновь нисходящего движения в области 1.18 и 1.1724. По паре британский фунт и американский доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. По-прежнему боковик у нас, тот, который был сформирован еще на прошлой неделе, подтверждается. Он пока еще не изменился. И на текущий момент ближайшие цели по снижению – это уход ниже уровня 1.3459 и движение по направлению 1.3420. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы можем говорить о возобновлении покупок – это максимум, который был зафиксирован 10 мая по цене 1.3617. Если пара британский фунт и американский доллар сможет закрепиться выше данного уровня, то в этом случае можем ожидать начала восходящего движения с целями роста до 1.3842 и 1.40 соответственно. По паре американский доллар и канадский доллар. Вчера, к концу торговой сессии, мы смогли преодолеть максимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Это 11 мая, пятница и максимум в области 1.28. Вчера, к концу торговой сессии, мы его преодолели. Сейчас мы также торгуемся выше данного уровня, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент возвращает к тенденции восходящей по данной паре с целями роста на 1.30. Максимум, который был зафиксирован 8 мая. Ну и после преодоления данного уровня продолжение роста до 1.3132. Данный сценарий возобновления роста американского доллара против канадского доллара будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся на выше минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник по цене 1.2749. После того, как сегодня с утра цена уже обновила локальный максимум, то, соответственно, данный разворотный уровень мы можем переместить с минимального значения, которое было в пятницу, уже на минимальное значение, которое было в понедельник. Ну и, соответственно, далее отслеживать реализацию данного сценария. По паре американский доллар, японская иена, общее направление сохраняется в восходящем. Мы вновь подошли к области сопротивления по цене 110.02 и сейчас пытаемся от него отбиться. Ближайший разворотный уровень для завершения покупок в рамках часового таймфрейма находится на минимальной значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 109.12. В том случае, если цена уйдет ниже данного уровня, то будем ожидать снижения в области 108.49 и 107. Соответственно, ну а цели роста – это обновление максимальной значения, то есть уход выше отметки 110.02 и движение по направлению на 111 и 112. По паре американский доллар, сегодня мы видим торговлю уже ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник по цене 75.24, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нас переводит в фазу нисходящего движения по данному активу. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимума, которые были зафиксированы в пятницу и в понедельник – это отметка 75.66. Именно там сейчас располагается ближайший разворотный уровень для нисходящей тенденции. Интересно, возможно, для присоединения по данной формации будет коррекция к уровню, то есть фактически там, где мы сейчас находимся. Ну и, соответственно, ближайший стоп-лосс находится за максимум, который был сформирован в пятницу, то есть выше уровня 75.67. Цели по снижению. Ближайшая цель – это оба 74.04, ну а после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы 9 мая, движение по направлению 73.66 и 72 соответственно. По паре евро-фунт общее направление восходящее сохраняется. Ближайшие цели – рост – это уход выше отметки 88.37 и движение по направлению 88.83. Ближайший разворотный уровень по данному активу размещаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 87.26. Это минимум 10 и 9 мая среднесрочный уровень, ну и локально это минимум пятницы 87.87. Золото сегодня торгуется уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Ну и фактически вчера золото во второй половине торговой сессии уже после 8 часов смогло преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, закрепиться ниже данного уровня, что в рамках часового таймфрейма нас тоже переводит в фазу нисходящего движения по данному активу. Ближайшие цели по снижению – это область 13 тысяч ровная. Ну и в том случае, если сможем преодолеть данный уровень, то вероятно, можем увидеть золото еще ниже в области 12 тысяч 900 и так далее. Возобновление покупок по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет преодолеть максимум в области 1325 долларов за тройскую унису, максимальное значение, которое было сформировано в пятницу на прошлой неделе. По нефтемарке Brent общее направление восходящее сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальный максимум, двинулись по направлению на отметку 80. И следующая цель роста – это область 81.50, а ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 77 ровно. Индекс DAX вчера не смог обновить локальный максимум, но пока это не отменяет восходящие тенденции, которая сохраняется по данному активу. Ближайшие цели роста – это все-таки уход выше максимальных значений, которые мы видели 14, 11 и 10 мая, и движение по направлению на 13300. Ближайший разворотный уровень в рамках часовой формации находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 9 мая по цене 12884. В том случае, если индекс DAX может закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с целями снижения до 12640. По биткоину вчера мы смогли закрыться выше открытия, что на текущий момент сохраняет тенденцию восходящую, которая у нас образовалась в конце прошлой недели на выходных. И ближайшие цели роста – это движение в область 9357 и 10 тысяч соответственно. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на минимуме, который был зафиксирован вчера в понедельник по цене 8259 долларов за один биткоин. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая по биткоину сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах. Продолжение следует...